Йо всем привет и добро пожаловать в наш магазин на диване. И сегодня вашему вниманию мы предоставим целых 30 лотов, такие как Porsche Panamera, Дом в Майами, Квартира в Арзамайсе, Форд Раптор и много-многое другое, целых 30 штук. И самое интересное, что все они будут бесплатные, вам не придется их покупать, потому что у нас есть спонсор, это канал Ready Black. Все, что вам надо будет сделать, чтобы получить один из этих лотов, это подписаться на канал Ready Black, поставить лайк под его видео и поставить колокольчик, ссылочка будет в описании. На самом-то деле очень мало людей участвует, поэтому выбить себе что-то крутое, шанс очень великий, поэтому переходите по ссылке в описании и участвуйте в конкурсе. Йо всем привет, с вами Стэн Лютер и сегодня в видео я вам расскажу, как правильно потратить на Радмир РП 300 тысяч рублей, а если быть точнее, то какую машину лучше всего купить за эти деньги. И если мы говорим про такой бюджет, то сразу же мы понимаем, что это будет у нас средний класс и самые дешевые машины среднего класса. И естественно, первое, что нам может пойти на ум, это BMW E34, то есть пятерка, и BMW 3 тоже тех годов, название я ее не помню, но не суть важно, они практически одинаковые. И я вам скажу нет, это не BMW будет у меня, и я вам скажу более, это даже не Volkswagen Golf, который стоит тоже тех же денег, но тогда вы скажете, ну что это? Я вам скажу так, это у нас внедорожник, и мало того, что это внедорожник, это довольно-таки хороший внедорожник, это не будет старенький УАЗ. Вы тогда можете подумать, Стэн, ну ты, наверное, расскажешь про джипы Гранча Рокки, но все равно нет, это не джип Гранча Рокки, это машина новая, это машина не старая, и тогда у нас сразу идет на ум УАЗ Патриот. Но нет, я бы ни в коем случае не говорил бы про УАЗ Патриот, тем более за такие деньги. УАЗ Патриот я вообще не знаю, если попадет ко мне в видосы, потому что эта машина очень ужасная, она у меня недавно была, мне она вообще не понравилась. И я думаю, что уже некоторые из вас догадались, но большинство нет, потому что эта машина не пользуется большой популярностью, да их в принципе мало, но купить БУ вполне возможно. Их легко найти, но просто их не так много, как тех же самых БМВ. Ну что ж, давайте, пора раскрывать секреты, сейчас я вам ее покажу, но не хочу так вот сдалека, лучше я подойду, вот, свет ее фар, подойдем поближе, и я вам сейчас ее и покажу. Ну что, готовы? Давайте так вот от первого лица лучше, вот так, все. Чтобы было покрасивее. Еще вот сбоку встанем. Это у нас Volvo CX90. И может воззреть довольно-таки логичный вопрос. Стэн, если эта тачка такая крутая, как ты говоришь, то почему на ней так мало людей ездит? Она в принципе редкая. Я вам скажу так, я сам этого не знаю, честно вам скажу, потому что игра уже полгода, я думал, эта тачка наберет популярность, но она не набирает. Так, я не знаю, зачем я сел в тачку, ну да ладно, давайте в первую очередь посмотрим, как она выглядит. Давайте будем помнить, что это машина, я купил на Боу-Рынке за 300 тысяч. Конечно же, можно купить ее подороже, за 350, не имеет большой разницы. Итак, давайте в первую очередь о внешне составляющей. И по мне так, эта машина очень красивая. Она выглядит классно, она большая. Это внедорожник, это Volvo. Я не знаю, что еще о ней сказать. Мы бы могли бы тут рядом поставить Бэху старую, и будет очевидно, что эта Volvo будет выглядеть намного дороже. Конечно же, можно сказать, что BMW X5 будет круче, чем эта Volvo. И я с вами соглашусь, если мы тут рядышком поставим BMW X5, то BMW X5 будет выглядеть больше, да и в принципе красивее, потому что это BMW. Но BMW стоит в два раза дороже, 600 тысяч на Боу-Рынке. А Volvo стоит 300 тысяч. Она дешевле в два раза, но чуть-чуть хуже BMW. Я не могу сказать, что она намного хуже BMW. Мало того, вы знаете, что Бэхи старые едут на родмире 165 километров в час. Эта Volvo едет 162 километра в час, то есть практически как та же самая BMW, хотя она не является седаном и не является BMW. Это очень интересно. Но, конечно же, она уступает по разгону, потому что это все же внедорожник. И сейчас я не зря вообще нахожусь в этом стиле. Сейчас мы и посмотрим, на что эта машина способна по оффроуду, потому что эту машину можно, допустим, взять на охоту или просто кататься по полям и тому подобное. И вместе с тем, давайте еще посмотрим на салон и почему эта вообще машина мне в свое время очень сильно запала. Вы посмотрите на этот салон. В принципе, за 300 тысяч это один из самых лучших салонов. У нас тут все белое, такое бежевое. Конечно же, сейчас не самая лучшая погода для этого у нас только что появилась. Но ничего страшного. В принципе, салон понять какой можно. Он у нас современный, и тут присутствует дерево, что отличает его выгодную сторону, в отличие от тех же самых BMW. Я буду часто сравнивать с BMW, потому что BMW самая популярная за свою цену. И стоит только же самое, как и это Volvo. Конечно же, детализация уступает BMW X5, допустим, руль у нас немного размытый. Но это мне напоминает Rolls-Royce, он тоже такой же самый размытый. Но это не так уже страшно, потому что эта машина за 300 тысяч. Салон, я бы поставил бы 10 из 10 за такую цену, честно вам скажу, потому что когда я сам был бедным человеком и накопил 300 тысяч своими кровью потом, я был очень рад этой машине, и меня все в ней устраивало. Давайте сначала посмотрим, как она у нас будет ехать по оффроуду. Такс, что я вам сразу могу сказать, у нас тут стоят диски как раз для оффроуда. Конечно же, это на проходимость не влияет, но просто так вот попало и все. Знаменитая дорога, через которую не все тачки проезжают. Я вам сразу хочу сказать, что многие седаны тут просто застревают и начинают тонуть. Посмотрим, на что тут способна Volvo без разгона. Такс, конечно же, медленно, но в принципе проезжаем, то есть довольно-таки нормально. Слушайте, за 300 тысяч и машина проехала, это без проблем. Мне нравится, почему бы и нет. Давайте просто по дороге проедемся и посмотрим. Да нормально вообще, я вам скажу. То есть, на ней по оффроуду можно ездить. Вот смотрите, прыгает, она не переворачивается. Я уверен, что если бы я ехал на гелике, потому что у меня геликов было несколько штук за все время, у меня даже сейчас есть гелик, он бы тут перевернулся, а тут тачка за 300 тысяч и она нормально едет по такой дороге. Она в принципе очень устойчивая. Если ее брать для охоты, то я считаю, что это лучшее, что можно брать за эти деньги, потому что помимо проходимости, она еще и очень красивая будет. Да, конечно же, разгон не как у седана, но в принципе для внедорожника это довольно-таки хороший разгон. Вот мы уже развили 156 километров в час. Сейчас у нас на подъем, поэтому мы не можем больше разгонять, но в принципе если ехать по прямой, то мы будем вот уже 160. 160, в смысле? Мы 162 не будем ехать? Ну вот, 162, но тут уже спуск, тут мы фиг, что поймем в принципе. И давайте, знаете что, у меня есть X5, и у меня есть Grand Cherokee, и у меня есть УАЗ дома. Мы сейчас поедем ко мне домой и сравним эту Volvo с теми машинами. Это у нас будет не просто обзор, а получается уже будет полноценное сравнение куча машин. Почему бы и нет? Давайте поедем, я найду себе людей и мы вместе затестим, какие из этих машин вообще будут лучше. Итак, мы уже на месте, у меня дома, и это все четыре мои автомобиля. Не спрашивайте, почему я их купил и откуда они у меня. Я сам до конца этого не знаю, просто они мне понравились, я их купил. И сейчас мы наглядно сможем сравнить Volvo с остальными тремя. Вот допустим ВАЗик, который стоит намного дешевле, это вообще низкий класс. И конечно же мы можем сразу же заметить, что УАЗик оказывается у нас больше, чем Volvo. Я сам этого даже не ожидал, оказывается Volvo у нас не такая большая, но УАЗик сам по себе большой, я вам скажу, он как антигелик у нас. В принципе, тут все понятно, давайте посмотрим дальше у нас. Самый большой конкурент это Jeep Grand Cherokee. Конечно же он у нас тут классно выглядит, потому что у него ВАЗАНы, которые стоят больше, чем сама машина. Если мы возьмем допустим Volvo, то у нее не будет таких крутых дисков, но сразу становится понятно, что Grand Cherokee выглядит хуже. Он просто старее и не такой красивый, да и в принципе он валит намного хуже. И самый существенный у нас конкурент это BMW X5, но надо сразу понимать, что BMW X5, как я уже говорил, стоит в два раза дороже, но и тут он у нас кстати занижен немножечко, тоже на васанах. Давайте все же уже поедем и посмотрим на что эти вообще машины все способны на дороге и может быть такое или что Jeep Grand Cherokee УАЗ просто обгонит наша Volvo и на самом деле можно будет сказать, что Volvo на самом-то деле не валит, зачем переплачивать если можно будет взять УАЗ. Давайте мы это сейчас и посмотрим. Ну что мы уже стали все в ряд, будем сейчас съехать 1,2,3 поехали. Все. А вы посмотрите как Cherokee урвет. Но Cherokee у нас на баге, поэтому мы не сможем понять по-настоящему. Ну что Volvo почему-то рвет, смотрите. X5 отстает у Volvo что-то я вообще удивлен. А УАЗ вообще у нас далеко. Cherokee где-то едет если честно я толком не помню, то ли 120 то ли 140. Но я удивлен. Мы рвем X5 что происходит? Блин человека сбил. Все, мы едем быстрее чем X5 но сейчас X5 нас перегоняет. Сейчас уже фиг поймешь потому что был уже поворот и чуть ли не произошла авария. Надо с X5 еще раз повторить один на один. Теперь усталость узнать кто из нас будет быстрее по прямой на счет 3. 1,2,3 2,2 все начали вместе. Сразу же видим как и в прошлый раз что мы просто рвем X5 хотя может быть он сломан или что я не думаю что он сломан да конечно же я ворву вообще жесть не ожидал честно скажу не ожидал главное чтобы он не врезался все отлично да мы его вообще делаем то есть наша вольва еще оказывается еще быстрее чем X5 конечно же смотрите на максималке он нас догоняет насколько времени прошло смотрите мы уже всю трассу проехали пока он нас уже догоняет а что смысл что он меня догоняет если смотрите сколько времени прошло мы уже проехали всю прямую ой ой сейчас главное не сдохнуть ну все весело ладно чуваки я не затормозил надо было все же затормозить сейчас пройдемся по льду надеюсь я не провалюсь в принципе так ну да кто бы ожидал чуваки думаю на этом мы закончим наш видос с вами был Стэн Лютер если вам понравился этот видос ставьте лайки ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые видосы и посмотреть его первым напишите в комментариях какая из этих всех машин вам понравилась больше всего пишите об этом в комментариях с вами был Стэн Лютер всем спасибо за просмотр пока